Приветствую вас! Если говорить о родителях, то вам их точно не переубедить и не переделать, потому что ими движут традиции, ими движут устои, ими движут взгляды, которых они считают правильными и верными. И если вы рассчитываете их переубедить, то можно порекомендовать вам только лишь подумать, что для них это будет значить. То есть родители должны будут присмотреть свою позицию, должны будет изменить свои взгляды, что очень тяжело людям, не молодым, и, собственно, это будет означать, что они жили неправильно раньше. Все это внесет в их жизнь, в их восприятие самих себя, вас, настоящих смятинцев, и в итоге не принесет хорошего ничего ни им, ни вам. То есть вам-то, конечно, может принесет, но вот им точно нет, они будут страдать, потому что их привычные образы мира разрушатся, а новых не будет. Отсюда несложно сделать вывод, что вам нужно самой принимать решение относительно того, чему вы отдаёте предпочтение. Так бывает, что, когда человек вступает в личную сферу, в сферу личной жизни, он начинает действовать не так, как от него ждут. И это нормально. Нормально поступать так, как хочется вам, а не так, как от себя другие. Но, как следствие, возникает неодобрение противодействия ваших близких. И к этому нужно привыкать каждый раз, когда вы поступаете по-своему, каждый раз, когда вы совершаете своё собственное волевое решение, вы тем самым провоцируете людей на недовольство по отношению к вам и сопротивление. И это недовольство и сопротивление являются нормальными. Потому что, когда человек сам несёт ответственность за свою жизнь, он волей-неволей обосредует непринятие этого другими людьми. И вам нужно решить для себя, что для вас сложнее. Счастье личное или спокойствие, удовольствие родителей. Понимаете, за ваш выбор никто судить вас не будет. Ну, кроме родителей, конечно, если вы выберете своё личное счастье. Но этот выбор вы сделаете, наверное, на всю свою жизнь. То есть, вот как поступите, так и это определит вашу дальнейшую жизнь. Вы выберете молодого человека, не факт, что у вас с ним всё получится, не факт, что у вас будет счастливая семья. Но вы будете жить своими желаниями, своим умом, своими ценностями и стремлениями. Поступите так, как хотят ваши родители, будете жить по их мнению, по традициям, по устоям, которые есть в вашей семье. И это снизит вашу ответственность. Фактически это снимет вашу ответственность за вас и за вашу жизнь. И вы, собственно говоря, просто-напросто должны будете делать то, что считают верным ваши родители. В этом тоже есть свой плюс. В этом тоже есть свои хорошие стороны, но есть и плохие. Это не принадлежность к самой себе. Это не учёт ваших желаний, тех, которые не идут в одном направлении с желаниями ваших родителей. И вот, понимаете, как бы выбор этот за вас решать мы не можем. Объективно родители, они никуда от вас не денутся. Объективно родители просто опасаются, что вы совершите ошибку, что вы потом будете жалеть, что вы потеряете себя, что вы навредите себе, что ваш парень использует вас и бросит, что ваш парень причинит вам боль и так далее. Родители боятся. Вам не нужно пытаться доказывать им что-то. Потому что, когда вы доказываете, вы занимаете позицию оправдывающегося человека. А это даёт родителям понять, что вы сомневаетесь, что вы не уверены в себе, что вы не знаете, как вам лучше поступить, например. И это значит, что родители видят, что может быть, можно склонить вас на свою сторону, что они и делают. В итоге, если родители увидят, что вы уверены в себе, что вы чётко знаете, чего вы хотите, что вы движетесь уверенно к себе, к тому, что вы хотите внутри себя, к тому, что вы желаете, то они с этим смиряться. У них выбора другого не будет, кроме как смириться с этим. И если они вас любят, то постепенно они примут то, что вы делаете. Если же любви к вам у них меньше, чем нужно, чем должно быть, чем вы думаете, то тогда они не примут то, что вы выбрали. Тогда для них так и будет оставаться неправильным то, что вы решили. И в этом случае можно говорить о том, что родители ваши хотели использовать вас для достижения собственных целей. Осознанно или нет, но они к этому стремились. Осуждать за это их не стоит. Это их право, это их жизнь, они сами решают, они взрослые люди. Главное вам решить для себя, что вам ближе, что вам дар лучше. С этого нужно побыть в уединении, прислушиваться к себе и доверять своим желаниям. И доверившись своим желаниям идти по выбранному пути, не оглядываясь и не жалея ни о чем. Потому что, какие бы ошибки вы не допустили, это ваши ошибки. И это ошибки, которые проистекают из вашего выбора. Совершить идеальный выбор, безошибочный нельзя. А поэтому ошибки стоит воспринимать, как что-то нормальное, естественное, правильное. Потому что ошибки, проблемы помогают нам расти, становиться лучше, развиваться и прогрессировать. Еще раз. Принять решение за вас мы не можем. Потому что это было бы неэтично. Это было бы неправильно. Это было бы непрофессионально. Решать вам все, что можем мы, это помочь вам увидеть ситуацию более полную и понять себя лучше. И я надеюсь, что эту задачу, по крайней мере, я выполнил. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok